Это лаборатория Государственной службы по контролю качества лекарственных средств. Препараты проверяют на нескольких уровнях, используют спектрофотометр, определяют уровень кислотности и контролируют, соответствуют ли нормам лекарства. Около 70% лекарств готовятся признать бесполезными. Основная причина – большая часть препаратов только снимает симптомы, а не лечит. Так заявили в Верховной Раде. Однако фармацевты с таким утверждением не согласны. Если мы пьем обезболивающие, и оно нам сделает симптомы боли, это очень хорошо. Все данные проверок заносятся в компьютер, а список забракованных препаратов публикуются на сайте Государственной службы по контролю качества лекарств. Специалисты утверждают – все лекарства действенные. Главное – точно следовать инструкции врача и не заниматься самолечением. Тогда проблем не будет. Лекарственное средство – это дозированная форма. И ее нужно, это не конфетка, ее нужно принимать четко по времени, четко до еды, после способа применения выполнять. Специалисты говорят, публикация данных клинических исследований – глупая трата времени и денег. Если проводить у нас здесь, во-первых, кто это будет делать раз, а и второе, что это дополнительные деньги. Я это воспринимаю как новую коррупционную составляющую, чтобы повысить опять стоимость медикаментов. По словам экспертов, на каждом украинском фармацевтическом заводе есть отдел качества. Там проверяют лекарства на выходе, подтверждая соответствующими сертификатами. Кроме того, все препараты в аптеках проходят входящий контроль. А также регулярно проводятся проверки в аптеках Государственной службы по контролю качества лекарств. Так, в 2014 году Государственной службой лекарственных средств в Запорожской области было изъято 850 серий лекарственных препаратов. Из них забраковано 97 серий. В 2015 изъято 177, 21 серия – брак. А в период с 1 января по 24 мая 2016 года изъято 77 серий и выявлено 2 брака. Процент некачественной продукции небольшой. И это не из-за заводских браков или неэффективности препарата. Такие случаи, рассказывают эксперты, редкость. Основная причина некачественных препаратов состоит в том, что где-то не вовремя уполноваженная особа обратила внимание на маркировку препарата. Где-то неправильно хранился медикамент. А вот зарубежные специалисты соглашаются с украинскими депутатами. К примеру, в Турции контроль качества за лекарственной продукцией на высоком уровне. Фармацевтов, кроме выходящих ревизий на заводе, государственные службы проверяют несколько раз на протяжении года. В году два раза проверка идет. Это идет все в лабораторных местах, а потом в государственных местах проверка идет. Говорят, наглядные результаты клинических исследований только улучшат качество выпускаемой продукции и повысят доверие людей. Я думаю, насколько больше у них информация будет, настолько они уверены будут и надежны будут, я думаю. Впрочем, каким будет результат, положительным или отрицательным, станет ясно после принятия соответствующего закона. Екатерина Даншина, Константин Грушко, ТВ5 Даншина, Константин Грушко, ТВ5 Даншина, Константин Грушко, ТВ5 Даншина, Константин Грушко, ТВ5 Продолжение следует...